Взрыв газа в Шортанды, ударная волна разрушила Кровлю есть погибшие и пострадавшие Пришла зима, штормовое предупреждение объявлено в большинстве областей Казахстана Где ждать 25-ти градусные морозы, а где закрывают трассы Штурм не удался, мигранты попытались прорваться через польско-белорусскую границу В ход пошли камни, водометы и слизоточивый газ, об этом не только прямо сейчас И мы начнем выпуск с трагедии, унесшей жизни троих человек Которая накануне ночью произошла в поселке Шортанды Акмолинской области Это в часе езды от Нурсултана В одноэтажном трехквартирном жилом доме прогремел взрыв В департаменте по ЧС назвали предварительную причину случившегося Это утечка бытового газа Ударная волна частично разрушила кровлю здания Площадь пожара ориентировочно составила 350 квадратных метров На месте происшествия обнаружены тела трех жильцов 11 человек по данному облздрава пострадали 10 из них с различными травмами Госпитализированы в больницу Ведется расследование инцидента 21 часов 38 минут в пункт связи части номер 18 В поселку Шортанды поступило телефонное сообщение От дежурного районного отдела полиции О том, что по улице Линейная 28, квартира 2 Произошел взрыв газового баллона Незамедлительно на место происшествия Выехал дежурный караул на двух автоцистернах По прибытию через 4 минуты на место происшествия Установлено, что взрыв произошел в квартире номер 2 Трехквартирного жилого дома барачного типа Пламенем была охвачена кровля Ориентировочно на 350 квадратных метров Что говорит о позднем обнаружении сообщения о пожаре На месте происшествия для установления обстоятельств и причин Работает следственная оперативная группа И следовательская пожарная лаборатория По информации управления здравоохранения Акмолинской области Среди пострадавших 5 взрослых и 6 детей 4 ребенка медики госпитализировали в столицу Они находятся в реанимации И вот что успел сообщить к этому часу глава облздрава Нариман Сыздыков На месте трагедии, получается, произошел взрыв газового баллона В результате которого погибло трое человек Две женщины и один ребенок Также один из пострадавших Из-за династии пострадавших Госпитализировали четверо детей в реанимации Один ребенок находится на лечении В Шаркадинской больнице Из взрослых Один человек находится на лечении В Шаркадинской больнице И двое взрослых находятся В отделении реанимации Ураган Султан Остальные Пострадавшие Не причиняют Состояние не причиняет труда здоровья Они находятся на амбулаторном лечении В реанимации находится четверо детей Состояние двух детей является Тяжелым Крайне тяжелым И двое взрослых находятся Также в реанимации И состояние тоже На сегодняшний день является тяжелым Было организовано Эвакуацию Сразу же После Чрезвычайного происшествия Была сразу же оказана Медицинская помощь На базе Состояние больницы Были привлечены Высшие специалисты С области Все дети были транспортированы На лучших реанимобилях На оснащенных реанимобилях В сопровождении В каждом автомобиле В сопровождении Врача Реаниматолога Анестезиолога И медицинского персонала Лечение было Оказано Своевременно И полноценно Поэтому Будем полагать Надеяться Что Состояние Всех детей Стабилизируется И улучшится Наша съемочная группа Уже На пути В Шорт-Ан-Дэ И в ближайшее время Обязательно расскажем О подробности происшествия С места события В прямом эфире А в Кукшитау С минуты на минуту Должен начаться Брифинг ДЧС Акмолинской области В последние годы Подобные чрезвычайные происшествия Увы Явление Нередкое В начале ноября В Атерау Из-за взрыва Газового котла В частном доме Скончались Два человека Врачи Боролись за их жизни Не один день Однако Не смогли спасти Почти за месяц До этого Похожая трагедия Произошла В пятиэтажном доме В Кукшитау Разрушились стены Между двумя Смежными квартирами Два человека Были госпитализированы В больницу В сентябре Трое пострадали При утечке газа В частном доме Костаная А в марте Взрыв баллона Стал причиной ЧП В многоэтажном доме В Караганде В госпитализируют Земли В Метальдис В Варшаве завели дело после попытки штурма КПП на границе мигрантами. Предметы, которыми кидались беженцы, сохранили в качестве вещественных доказательств. Об обострении ситуации сообщили в Министерстве обороны Польши, добавив, что мигранты пытались сломать ограждение. Они были вооружены светошумовыми гранатами. Поступает информация, что в ходе столкновения пострадали 12 полицейских. В ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. В Евросоюзе заявляют, что к атакам могут быть причастны белорусские силовики. Мы глубоко обеспокоены тем, как власти Белоруссии используют мигрантов в качестве гибридной тактики против других стран. И это фактически ставит под угрозу жизни мигрантов. Мы очень внимательно следим за ситуацией и солидарны с Польшей. В Минске же обвинили Варшаву в бесчеловечном обращении с мигрантами. Ранее Александр Лукашенко предупреждал о возможных провокациях в адрес его страны. Проблема, как я сказал Меркель, состоит в том, что если мы не спасем этих людей, мы будем биты и Беларусь, а тем более Европейский Союз, который не пропустил этих беженцев на территорию Европейского Союза. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать. В связи с этим я внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с фенами Европейского Союза. Хорошо. Тем временем ситуация на границе между Азербайджаном и Арменией обострилась. По последним официальным данным, бои в зоне конфликта прекратились. Накануне днем там прошли локальные вооруженные столкновения, которые продолжались несколько часов. Это самый серьезный инцидент после окончания войны в ноябре прошлого года. Миноборона Армении обвинила Баку в попытке прорыва границы и использования не только артиллерии, но и бронетехники. В Ереване же сообщили о погибших и попавших в плен, а также о потере двух опорных армейских постов. В Баку, в свою очередь, заявили об атаке на азербайджанские позиции. В частности, обстрелом подверглись пограничные посты, в результате чего были ранены двое военнослужащих. В ответ, как утверждается, была проведена безотлагательная операция. Как заявили в Минобороны России, которая выступала посредником в урегулировании конфликта, Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после телефонных переговоров, которые провел с представителями стран российский министр Сергей Шойгу. Жители американского штата Вашингтон приходят в себя после разрушительного наводнения. Затопленными оказались целые города, почти 200 тысяч домов обесточены. Спасатели не успевают эвакуировать людей во временные убежища. Судя по кадрам с воздуха, в северо-западном побережье США остался отрезанным от мира. Основные автомагистрали заблокированы. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение и призвал граждан самостоятельно покинуть жилища, если они находятся в зоне паводка. По данным Национального метеобюро, проливные дожди в регионе еще продолжатся, что повысит и без того высокий уровень воды в реках. Двое суток проливных дождей привели к наводнению и в соседней Канаде. По меньшей мере, один человек погиб в результате схода оползня в провинции Британская Колумбия. Улицы превратились в реки. Около 300 человек оказались заблокированными на одной из автомагистралей. По меньшей мере, 7 тысяч человек были эвакуированы. На помощь спасателям направили солдат канадской армии. По данным синоптиков, в некоторых районах выпала месячная норма осадков. Ну а теперь о погоде у нас в стране. В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Обильные снегопады и низовая метель ожидаются сегодня в североказахстанском, Костанайском, Акмолинском и Карагандинском регионах. Плюс к этому усилится ветер до 25 метров в секунду. По-настоящему зимняя погода будет наблюдаться и в Актюбинской области. Водители предупреждают о гололёде на дорогах. Одеться потеплее стоит жителям юга. Метель прогнозируют в Казларде, а в Алматы сильные осадки. Во власти циклона находится восточно-казахстанская область. Сегодня и завтра там продолжит выпадать снег. А в пятницу ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25 градусов мороза. На данный момент, судя по онлайн-карте Казахавтодора, ограничено движение на двух участках трасс. Усть-Каменогорск-Ридер и Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи. Казахстан и Китай продолжают переговоры по увеличению пропускной способности на железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска. На недавнем заседании стороны договорились продолжать обмениваться данными по таможенной статистике и внешней торговле. По сведениям КТЖ, за последние пару недель число простаивающих поездов заметно сократилось. На погранпереходах, в своей очереди, ждут свыше 100 составов. Представители бизнеса общества сообщили, что неразрешенные проблемы все же остаются. Подробнее расскажет наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Ситуация с ограничениями, вводимыми Китаем по приему и отправке казахстанских грузов, постепенно разрешается. Продвижение есть, говорит нам в интервью глава Союза промышленников и предпринимателей из Кермен Тимур Жаркенов. Однако тысячи вагонов все еще ожидают разрешения от китайских железных дорог на проезд. Чтобы полностью разгрузить заторы на железнодорожной границе и обеспечить бесперебойную работу транспортной системы между странами, Китай должен пропускать не менее 10 контейнерных составов в неделю, не считая блок поездов, говорит Тимур Жаркенов. Он также отмечает, что на автомобильных пунктах пропуска проходимости желательно увеличить до 800 машин в сутки. По сведениям Жаркенова, в сухом порту на сегодня простаивают сотни машин с грузами. По наблюдениям эксперты имеют место быть и факты контрабанды, поэтому необходимо урегулирование таможенных процессов и более четкая система замера. В Поднебесной казахстанским предпринимателям все еще не предоставляет свидетельство о признании форс-мажора. Этот вопрос тоже следует продвигать на правительственном уровне, говорит Жаркенов. О том, что позитивная динамика есть, но пока медленная, сообщает и представитель логистических компаний Казахстана Оксана Сорокина. У экспедиторов есть много вопросов в части прозрачности системы перевозок и принципов, по которым определенным грузом можно проезжать, когда некоторые простаивают еще с лета. По словам Сорокиной, из-за всех этих сложностей некоторые логисты вынуждены отправлять грузы через Польшу и Россию. Продолжают и дорожать и тарифы на перевозки между Казахстаном и КНР, особенно автомобильные. Бизнесмены считают, что в ближайшее время все это отразится на стоимости поставляемых в страну товаров. То есть товары народного потребления там в какой-то степени идут, и там тоже какие-то непонятные вопросы на самом деле. Но еще встали производства Казахстана, потому что комплектующие, запчасти, станки, сырье в какой-то степени, оно все идет с Китая. Ну, многое часть. И это нормально, на самом деле весь мир подработает. И вот эти все грузы встали, почему у нас Абайская швейная фабрика встала, Медхаус встала, это производство вот этих медицинских изделий, всевозможных, и так далее, и так далее. То есть многие производители прямо на текущий момент остановились в связи с тем, что не могут работать в связи с комплектующих. И снова же повторюсь, не за горами повышение цен, причем на все. До свидания. По прогнозам, в декабре показатель будет держаться на текущем уровне. Выше целевого коридора инфляция может сохраняться и в начале 2022-го. Есть предпосылки к тому, что во второй половине года она снизится, приблизившись к верхнему порогу в 6%. И только в 2023-м уровень инфляции, скорее всего, вернется в целевой коридор 4-6%. Аналитик также ожидает, что давление в виде глобальных проблем с поставками в следующем году будет слабеть. И это позволит замедлиться инфляции. На фоне общей ситуации, вероятно, и очередное повышение базовой ставки Национального банка страны. В декабре ее могут увеличить еще на 0,25% пункта. Такой тренд, как ответную меру на усиление инфляции, наблюдает не только в Казахстане, но и в других странах ЕАЭС. Хотя мы и прогнозируем, что в следующем году инфляция будет замедляться, но она все равно может оставаться на уровнях выше инфляционного ориентира. И поэтому полагаем, что сохранение ставки на уровень 10% наиболее вероятно в первой половине следующего года. Со второй половины, по мере того, как инфекционные ожидания будут заятворены, вполне вероятно, что базовая ставка может быть снижена до 9,75% на конец 2022 года. А в 2023 году, наверное, для того, чтобы удерживать нейтральные денежно-кредитные условия, ставка может быть еще дальше понижена. Максимальные за полтора года объемы нефти и конденсата добыли в прошлом месяце в Казахстане. Порядка 7 миллионов 660 тысяч тонн. Как сообщают авторы телеграм-канала Energy Analytics, в последний раз этот показатель был превышен в марте 2020. До начала пандемии решение ОПЕК-плюс сокращать добычу. Если такой же результат сохранится в ноябре и в декабре, то Казахстан, скорее всего, достигнет цели добыть в этом году свыше 85 миллионов тонн черного золота. При этом объемы производства нефти без конденсата превышают квоту ОПЕК-плюс, определенную для Казахстана. Авторы отмечают, что на фоне дефицита поставок в сентябре, глава организации на последнем заседании не стал комментировать перепроизводство, допущенное некоторыми странами. В Международном энергетическом агентстве прогнозируют, что рост цен на нефть замедлится. В отчете говорится, что в октябре мировая добыча выросла на 1,4 млн баррелей в сутки. Еще больший рост ожидается в ноябре и в декабре. Причина – возобновление добычи в Мексиканском заливе после урагана. Как передает Булумберг, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также подтвердил, что в декабре мировой рынок нефти перейдет от дефицита к профициту. Его комментарии аналитики называют сигналом того, что картель, скорее всего, сохранит текущую стратегию по итогам предстоящей декабрьской встречи ОПЕК-плюс. Это был обзор деловых новостей к данному часу. Мы работаем в прямом эфире, в эфире новости. Только для привитых в Германии полным ходом идет подготовка к рождественским ярмаркам. Но не для всех долгожданное событие станет приятным. В Гамбурге насладиться глинтвейном, имбирными пряниками и другими новогодними лакомствами смогут только вакцинированные посетители. Со слов организаторов, фестиваль «Зона» с едой и напитками будет доступна после предъявления паспортов вакцинации. Непрошедшим иммунизацию придется довольствоваться прилавками с елочными украшениями и другими изделиями. Аналогичные ограничения планируют ввести в других городах страны во время празднования Рождества. Германия, к слову, переживает сейчас наихудшую эпидситуацию за всю историю пандемии. Семидневные показатели заражаемости продолжают бить рекорды. В стране уже начали ужесточать меры и подумывают о введении локдауна и даже обязательной вакцинации. Как в ФРГ будут бороться с новой волной расскажет Шолпан Найманбаева. Теперь в музеи, рестораны или кинотеатры Берлина могут ходить только привитые и переболевшие. А со следующей недели во всех общественных заведениях столицы начнет действовать правило 2П+. Это значит, что выздоровевшие и вакцинированные, помимо паспорта, должны будут сдать тест на ковид и предъявить справку с отрицательным тестом на входе, будь то фитнес-студия или театр. По факту, непривитые даже с ПЦР-тестом не смогут попасть никуда, кроме аптеки, продуктового магазина или больницы. Такие же правила уже ввели в нескольких регионах Германии – Бранденбурге, Баварии, а также Саксонии. Тем не менее, ограничения не такие жесткие, как, к примеру, в Австрии. Там власти и вовсе запретили невакцинированным покидать дом без уважительной причины. Меры, которые планируют ввести в Германии, фактически означают локдаун для непривитых, они не смогут жить полноценной социальной жизнью. Но все, кто еще не получил вакцину, призывают ее сделать и даже хотят поощрять. Некоторые немецкие фирмы анонсировали денежные бонусы для своих привитых сотрудников. Каждый наш сотрудник, который привьется до конца года, получит за это 5000 евро. Это концепт, который защитит здоровье людей и предотвратит заражение вирусом. Это самое важное для нас. Многие эксперты уверены, Германии нужен новый локдаун. Однако большинство политиков считают главным оружием против пандемии – вакцинацию. Сегодня в ФРГ полностью иммунизированы более 67% населения. По сравнению с Данией, Испанией и Португалией, это довольно скромный показатель. Число новых инфицированных, которые мы фиксируем, рекордное за пандемию. И количество больных, которые попадают в реанимацию, тоже растет. К сожалению, увеличивается и смертность. Перед нами тяжелые недели, но в начале пандемии у нас не было вакцины. Теперь она есть, и я вас прошу присоединиться к кампании вакцинации. Помимо ужесточения ограничений, в Германии с новой силой возобновился спор об обязательной вакцинации. Представители ряда профессий, к примеру, медработников, сотрудников домов престарелых или военных, могут заставить привиться. Примут ли этот закон немецкие политики, станет известно уже в ближайшие дни. Шулпана Иманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар, 24, Германия. ВОЗ призывает с осторожностью относиться к мерам обязательной вакцинации или введению карантина для непривитых. Высокопоставленный представитель организации Майк Райан заявил, что эти вопросы надо рассматривать чрезвычайно внимательно, так как здесь затрагиваются права и свобода человека. Новым эпицентром пандемии сейчас становится Европа. В понедельник Австрия ввела локдаун для невакцинированных. Власти Германии рассматривают возможность введения более жестких ограничений, а Великобритания расширяет свою программу ревакцинации для молодых людей. Правительства должны быть абсолютно уверены в том, что выгода вакцинации перевешивает риски. Мы наблюдаем рост числа случаев заражения и смертности уже четвертую неделю подряд. Только за последние семь дней было зарегистрировано чуть менее 50 тысяч смертельных исходов. Но факт в том, что в странах, где кампания по иммунизации ведется активно, летальных случаев намного меньше. Мы продолжаем. Ряд законопроектов рассматривают в эти минуты депутаты мажориста парламента на пленарном заседании. На повестке дня закон о защите животных «Миграционные вопросы». Обсудят депутаты и проект закона о ратификации соглашения между Казахстаном и правительством США о воздушном сообщении. В парламенте сейчас работает моя коллега Анна Шолгина. Анна, что известно к этому часу? Доброе утро. Спасибо, Арстан. У мажористменов сегодня будет очень насыщенный день. Предстоит обсудить большой блок вопросов. Их около 10. К этой минуте уже одобрили ратификацию соглашения между Казахстаном и США о воздушном сообщении. Оно предусматривает принципы открытого неба, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот. Ну и также депутаты сегодня обсудят законопроект об ответственном обращении с животными, об административных правонарушениях в отношении по части жестокого обращения с животными. Это будет второе чтение. Рабочая группа урегулировала вопрос по ужесточению видов наказания за жестокое обращение с животными. Соответствующие поправки внесли в Уголовный процессуальный кодекс. И в ходе поправок рабочая группа конкретизировала ряд норм законопроекта. В случае, если его сегодня одобрят депутаты, то документ направят в Сенат для дальнейшего рассмотрения. Сейчас идут активные обсуждения по также другим вопросам повестки дня. К этой минуте пока о каких-либо итогах говорить пока рано. И поэтому более детально остановимся в следующих информационных выпусках. Спасибо, Арстан. Передаю слово вам. Спасибо, Анна. Я напомню, Анна Шогина нас информирует с пленарного заседания Можилиса парламента. Работа над ошибками. За счет спонсоров вынуждены исправлять огрехи строителей в одной из школ Жамбылской области. Три года назад там провели капитальный ремонт, потратили свыше 180 миллионов тенге, а вот теперь буквально латают дыры. Как так вышло, разбирались наши корреспонденты. Попасть в школу-гимназию имени Ермухана Бекмаханова в селе Тулиби удалось не сразу. Увидев журналистов, работники учебного заведения преградили путь и потребовали специальное разрешение. Якобы требование антитеррористической безопасности. Позже вышла директор школы, впустила в здание и показала состояние после капремонта. Некоторые окна уже не открываются, мебель изношена, торчит проводка, линолеум склеили скотчем, а двери просто фигурно залатали. В течение трех лет гарантии, то, что было выявлено, они все это устранили уже. Свыше тысячи детей учатся, поэтому где дети, это везде же всегда так. В течение трех лет это уже все равно. И дома все износится, честно говоря. Капитальный ремонт в школе-гимназии провели в 2018 году. Затратили свыше 180 миллионов тенге. Согласно смете, провели сейсмоусиление, обновили систему отопления, заменили двери и окна. Под кровлей, спортивного и актового залов, столовой, туалета денег не предусмотрели. Почему обошли основные помещения в районном отделе образования, пояснить не смогли. Я недавно прибывший человек, в смысле в руководство. Поэтому с юридической стороны, какие возможности есть, это все должны рассмотреть. Отдельный пункт и благоустройство двора не так давно демонтировали старое здание. Часть строительных отходов помогли вывести спонсоры. Оставшиеся руины нередко становятся местом посиделок. Ограждения ведь нет. Кто хочет, тот заходит, кто хочет, тот выходит. Иногда бывают пьющие сидят. Дети после обеда выходят со школы. Темно, нам нужны столбы, свет. Как начинается дождь, тут полное поле воды. И грязь такой страшная, слякоть. Я лично пять лет уже запрос сделала. У нас власти часто меняются. И власти, и начальство районного отдела образования. Не успеваем. Только поддаем просьбу заявления. Через некоторое время уходят. В складе остается эта бумага. Конечно, небезопасно. После происшествия в Таразе я поднимала вопрос ограждения перед начальством. Физически не пускать людей на территорию школы я не могу. Очень много обходов и дыр. А выставить учителей на дежурство тоже не вариант. Когда территорию школы благоустроят, неизвестно. Только сообщили, что решать проблему будут поэтапно. А пока родители на свой страх и риск вынуждены отправлять детей на учебу в небезопасных условиях. Нидера Тикжанова, Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев. Жамбылская область, Хабар, 24. К одной из семей в Шартанды, где в одноэтажном трехквартирном жилом доме прогремел взрыв, незадолго до трагедии пришли гости из пяти человек. Помимо взрослых, там были трое детей, сообщили в ДЧС. Я напомню, в результате случившегося погибли три человека. Одиннадцать пострадали. Ударная волна частично разрушила кровлю здания. Площадь пожара ориентировочно составила 350 квадратных метров. В 21 часов 38 минут в пункт связи части номер 18 в поселку Шартанды поступило телефонное сообщение от дежурного районного отдела полиции о том, что по улице Линейная, 28, квартира 2, произошел взрыв газового баллона. Незамедлительно на место происшествия выехал дежурный караул на двух автоцистернах. По прибытию через 4 минуты на место происшествия установлено, что взрыв произошел в квартире номер 2 трехквартирного жилого дома барачного типа. Пламенем была охвачена кровля ориентировочно на 350 квадратных метров, что говорит о позднем обнаружении сообщения о пожаре. На месте происшествия для установления обстоятельств и причин работает следственная оперативная группа и следовательская пожарная лаборатория. Всего среди пострадавших при взрыве газа в поселке Шортандак Молинской области 5 взрослых и 6 детей. 4 ребенка медики госпитализировали в столицу. Они находятся в реанимации. Самый младший из них 2020 года рождения. У мальчика 12 лет поражено ожогами 70% тела. Вот что успел нам сообщить к этому часу глава регионального управления Нариман Сыздыков. Было организовано эвакуация. Сразу же после чрезвычайного происшествия была сразу же оказана медицинская помощь. На байсе от Одинской районной больницы были привлечены высшие специалисты из области. Все дети были транспортированы на высших реанимобилях, на оснащенных реанимобилях. В каждом автомобиле сопровождение врача, реаниматолога, анестезиолога и медицинского персонала. Лечение было оказано своевременно и полноценно. Поэтому будем полагать, надеяться, что состояние среди числа гризируется и улучшится. В последние годы подобные чрезвычайные происшествия, увы, явление нередкое. В начале ноября в Атерау из-за взрыва газового котла в частном доме скончались два человека. Врачи боролись за их жизни не один день, однако не смогли спасти. Почти за месяц до этого похожая трагедия произошла в пятиэтажном доме в Коксчитал. Разрушились стены между двумя смежными квартирами. Два человека были госпитализированы в больницу. В сентябре трое пострадали при утечке газа в частном доме Кустаная. А в марте взрыв баллона стал причиной ЧП в многоэтажном доме Караганды. Мы следим за ситуацией в Шортанды. И в следующих выпусках новостей мы обязательно расскажем подробности этого происшествия. До встречи и вам хорошего дня. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok